здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такой вот узор я бы его назвала плетенка такая своеобразная необычная плетенка и вижу я его изнанку покажу потому что обычно я забываю показывать изнанку в этом узоре она вот такая вот достаточно интересная вам скажу не позорная то есть если она будет открываться выглядит она достойна вот а с лица вот такая вот вот красота красотень такая шапка может быть кардиган джемпер свитер кофточка все можно связать этим узором я считаю так работ у нас состоит из 4 петель значит я набираю 8 петель раппорта плюс 2 дополнительные по краям плюс 2 кромочные 2 3 4 5 6 7 8 теперь 2 петли дополнительные по краям и 2 петли кромочные то есть всего 12 петель и теперь вот я нарисовала схемы девчонки я ее еще выложу еще нет не доделано сейчас буду рисовать по ходу с вами чтобы вам было понятно значит первый ряд лицевые петли второй ряд изнаночные петли третий ряд лицевые петли и четвертый ряд изнаночные петли так и так пятый ряд мы вяжем кромочную снимаем вот это одну петлю провязываем лицевой она у нас дополнительная и теперь отсчитываем две петли 1 2 здесь отсчитываем 4 1 2 3 4 то есть практически в самом низу у наборного края мы захватываем нить и достаем дополнительную петлю и вяжем 4 петли 1 2 3 4 петли лицевые теперь возвращаемся в ту же дырочку и достаем еще одну дополнительную петлю которую вытягиваем до нашего вязания образовала такую вот галочку теперь опять же еще ничего не провязываем отступаем две петли влево и снова 1 2 3 4 практически в самый низ достаем дополнительную петлю достаем дополнительную петлю провязываем 4 лицевые 2 3 4 возвращаемся в ту же дырочку и до достаем еще одну петлю вот она две галочки 2 раппорта у меня теперь провязываем лицевая 1 это дополнительная просто чтобы было понятнее видней ее в основном вязании не обязательно вязать это сейчас для понимания я просто их набрала в основном вязание вот здесь вот на образце у меня ее нет здесь я доставала прям возле кромочной эти петли поэтому что очень неудобно поэтому я сделала вот эту дополнительную чтобы вам лучше было понять вот таким вот образом я нарисовала эти протяжки здесь у меня раппорт как бы схема на те петли которые вяжу я чтобы было понятно плюс по одной кромочной так идем дальше теперь у нас шестой ряд изнаночные петли первую изнаночную мы провязываем здесь у нас вот это вот петля протяжка мы ее поворачиваем чтобы красиво смотрелось и провязываем с лицевой петлей вместе изнаночной 1 2 изнаночные и теперь вот эту вот здесь не поворачиваем просто мы берем спицу вводим вот так вот оттуда видите надеюсь вам видно так вот сзади я ввела ой петлю ой спицу нить обязательно оставьте перед работой сзади ввели провязали и с лица у нас выглядит ой солнышко у меня вылезло с лицевой стороны у меня выглядит вот так вот я надеюсь что я этим солнышком не испорчу видео девчонки вот галочка образовалась здесь мы провязываем опять поворачиваем провязываем 2 петли вместе изнаночной теперь 2 изнаночные и вот эту петлю не перед петлей вводим сзади то есть мы продеваем в эту дополнительную и в основной провязываем изнаночную петлю это у нас изнаночный ряд я не знаю как нарисовать ну в общем я просто нарисовала вот эти вот протяжки седьмой ряд вяжем лицевыми петлями боже я надеюсь что все будет видно до этого солнышка ой это откуда у меня накид не нужен вот видите изнаночный ряд изнаночные петли восьмой ряд так девятый ряд делаем то же самое теперь мы опять же эту петлю провязываем лицевую первую далее провязываем 2 лицевые и делаем протяжку теперь мы уже не считаем далее мы будем вязать не считая значит возвращаемся назад и видим вот здесь вот дырку и нам нужно попасть ниже дырки вот на один ряд вот он то есть мы вводим спицу не в дырку а под нее на один ряд и вытаскиваем дополнительную петлю далее ничего не провязывая со следующей дырки то есть две петли отступаем вниз дырка у нас и под дырку еще одну петлю опускаемся и вытягиваем дополнительную петлю 4 лицевые далее снова возвращаемся из той же дырочки вытаскиваем и отступаем две петли и из этой дырочки ниже на ряд вытаскиваем еще одну дополнительную таким вот образом теперь 3 петли 1 2 3 лицевые и изнаночные вот они наши галочки видим то есть теперь они образовались теперь они образовались из вот этой вот дырки вот таким вот образом это получается что там где мы у нас была протяжка и с той стороны одевалась протяжка сюда же делается следующая протяжка и так далее то есть здесь у нас встретились две протяжки из этой точки мы делаем следующие протяжки то есть там где они в предыдущем раппорте предыдущем как бы ряду встретились оттуда именно со встречи начинается следующая протяжка и десятый ряд у нас изнаночный который мы провязываем тоже вот таким вот образом то есть теперь дверь изнаночные и эти протяжку и петлю провязываем изнаночной вот таким вот образом здесь мы поворачиваем и практически провязываем 2 изнаночные 2 петли вместе изнаночной 2 изнаночной сло вводим сзади провязываем здесь поворачиваем и провязываем 2 вместе 2 изнаночные и кромочная господи я молю бога чтобы вам все было видно видеть вот получается поворачивали мы для того чтобы петелечка вот так вот красиво ложилась плетеночкой и вот по сути все раппорт у нас состоит вот у нас петля раппорт 4 петли в вязание дали начинаем с 3 ряда то есть 3 по 10 вот он наш раппорт то есть 8 рядов вверх 4 петли в ширину раппорт все девчонки на сегодня все вот такой вот у нас узорчик с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока